Всем привет, ребята, с вами я, Лего Майн, да, вы на моём канале, и по многочисленным просьбам я снимаю продолжение этой истории, когда я нашёл непонятный подземный бункер. Да, ребятки, короче, уже наступила вроде бы ночь, и смотрите, стрёмно даже так выходить. Видите, в той территории находится свет. Итак, давайте быстро зайдём домой, на всякий случай. Я говорю, да, довольно тихо, чтобы не так привлекать внимание, и очень странно, что все жители так немного пропали. Вон, видите, в окнах их что-то не видно, и как-то странно, согласитесь, ребятки, со мной. И в днём их вроде бы было мало, да. Так, смотрите, вот сюда я вот спрятал алмазы, ещё спрятал ресурсы, с которых хотел гараж делать и алмазы, и изумруды. Давайте ставим назад печку. Тихо, видели, что-то мелькнуло? В ту сторону. Блин, стрёмно, капец. Да, ещё я скорачил все алмазный меч. Ну, идёмте посмотрим, что там. Тихо, тихо, тихо. Всё, ребятки, побежали туда. Главное, тихонечко. Блин, как стрёмно. Тихо, вот факел. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Смотрите, ребята, железная дверь. Аккуратно, тихонечко спускаемся. Там житель! Тихо, тихо, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ребятки, там кто-то есть. Извините, если меня немножко тихо слышно, потому что я стараюсь говорить так шепотом, чтобы меня никто не услышал. О, смотрите. Да, вон житель какой-то. Подождите. Я знаю этого жителя. Это библиотека из нашей деревни. Чёрт. Что он здесь задумал? Смотрите, поставил факел и себя для освещения. Чёрт, хоть бы он меня не заметил. Ну, по идее, он меня не заметил, так бы он вышел, я так думаю. Чёрт, что же мне делать? Я даже не знаю. Блин, капец. Он, как раз, ещё и пялит в эту сторону. Чёрт. Надо ждать, пока он отвернётся хотя бы. Не знаю, ребятки, я тут уже стою минуты две. Так. Опять пялит сюда. Что же делать мне? Может, выломать эту дверь киркой? Чёрт, не знаю. Если он на меня ещё и набросится. Блин. Ребятки, не знаю, пишите в комментариях ещё, что мне делать, потому что мне реально стрёмно. Блин. Ну, просто что-то непонятное происходит. Все жители пропали, кто-то бегает всё время. Я даже успел заснять, как кто-то бежал, скорее всего, это этот житель. Ладно, была не была. Ага, попался житель! Чёрт, я что-то не получился... Стоять! А, ты кто? Стоять! Что ты делаешь? Фух, я его вроде бы замочкарил. Фух. Не знаю, ребятки, правильно я это сделал, но сейчас вроде бы житель вот ключки, я его топором так немножечко шандарахнул, но я реально не знаю, что мне делать. Может, он был нормальный, но у меня всё равно к нему было такое нехорошее предчувствие. Так, ребятки, давайте посмотрим, что здесь есть. В печках вроде бы пусто, в верстаках тоже, в этой печке также пусто, а в сундуке... Ребятки, я тогда закашлялся, когда увидел это, а сейчас... Это вообще что? Стак алмазных блоков и стак изумрудных блоков, ребята, вы это понимаете вообще? Жесть, конечно. Это ещё в девять раз больше, чем было. Это... Это как? Смотрите, ребята, тут ещё какой-то проход странный. Его тогда вроде бы не было. Ну и это что такое? Ребятки, я думаю, вы это помните, его здесь не было, там вроде бы свет какой-то... Ой, здесь уже случайно провалился. Ладно, идёмте, мне ещё руки. Так, тихо-тихо, тут какой-то туннель непонятный. А ну... А ну, тихо, тихо, тихо. Ага! Никого. Спуск вниз, проход. Ну, идёмте, посмотрим направо. Там какой-то даже дальше проход, ну, лава. Но это я, походу, не перескочу. Не знаю. Ну, идёмте туда пройдёмся, потому что реально что-то стрёмно через лаву прыгать. Ладно, идёмте сюда. Тут спуск вниз, тоже как-то стрёмно идти немножко. Но идёмте. Тихо, вон тоже проход какой-то. Ладно, не знаю. Идёмте, ребята, тихо-тихо. Стоять! Что, жители? Жители? Илья, помоги нам. Он нас запер. Помоги, помоги. Жители, что вы здесь делаете? Кто вас вообще сюда посадил? Это всё он, это тот житель. Он какой-то сумасшедший псих. Он нас сюда посадил и требовал алмазы и изумруды. Давайте, жители, я вам сейчас посову. У меня тут как раз кирка алмазная. Бегите все в деревню. Бегите быстрее, быстрее. Давайте, жители. Там проход открытый, по лестнице все поднимаетесь. Это капец. Что это вообще такое? Тупо жители сидели вот в этой клетке. Смотрите, тут замшелый. Беги, житель. Ты забираешь вещи тут свои? Беги, беги. Замшелый булыжник. Капец. Как это вообще можно понять? Я не понимаю. Да что ж ты тут ходишь? Беги назад. Жесть, ребята, это какая. Ребятки, не зря я этого жителя оглушил, потому что он какой-то странный немножко, что ли. Видели, что он вообще с жителями? Он их посадил и выманивал у них алмазы и изумруды. Это капец просто. А я-то думаю, куда все жители из деревни пропали? Да уж. Уходим. Уже день наступает. Так, потихоньку. Жители, все выходите, выходите. Так, надо идти в домик уже. Я так спать хочу, что капец. Идемте быстрее домой. Фух, моя машина стоит. Да, хотел построить Горас, называется. Это жесть. Фух, ребята, наконец-таки я уже вернулся домой. Сейчас надо еще жителям алмазы и изумруды поотдавать. Не понял, что это такое. Капец, жители, наверное, так устали. Ну ладно, не будем ему мешать. Как-никак он просидел в этом подвале. Фух. Вот такой вот сегодня денек у нас удался. Да уж, ребятки, вот такой вот у нас сегодня денек. Хотелось бы снять просто видео, а тут такое вот произошло. Не знаю, если вам эта история понравилась, то пишите комментарии, ставьте лайки. И, да, я очень хочу спать уже всю ночь, как вы понимаете, не спал. Вот это вот все в голове. Капец, внуши, жители поспали. Хорошо. Да, ну ладно, ребятки, на этом все. Понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем удачи и пока-пока. Не забывайте, что видео выходят каждый день.